доброго времени суток уважаемые подписчики и гости моего канала магия успеха 2 самопознания с вами наталья посмотрим что происходит сегодня с вашим загаданным человеком полюбопытствуем сегодня как раз тот день когда мы сможем все хорошо узнать и просмотреть как у него обстоят дела что с ним происходит в целом если мысли о вас и так далее настраивайтесь на расклад все как обычно руки ноги не скрещивайте кому не хватает времени видео всегда можете поставить на паузу и давайте смотреть первый вопрос каких энергиях находится сегодня загаданный человек что в целом с ним сегодня происходит о чем хлопочет за что переживает чтобы он хотел изменить в своей жизни сегодняшнем дне к чему стремится его душа чего бы он хотел есть ли мысли о вас думает ли вспоминает ли какие эмоции чувства испытывает к вам загаданный вами человек его планы намерения в отношении вас ближайшем будущем ближайшее будущее этому примерно неделя тире 2 до его действия в отношении к вам ближайшем будущем и что вам необходимо знать об этом человеке с точки зрения высших сил для так сказать общего понимания в целом психологии этого человека итак смотрим в каких энергиях находится сегодня загаданный человек по сути энергии очень хорошие теплые эмоции доброжелательности в нем присутствует сегодня открытость души это тоже мне может быть болтливость как ни странно да у него тоже сегодня будет проявлено такая энергия она больше открытая давайте посмотрим с чем это больше связано что его так вдохновила что его так вдохновила но девочки здесь человек словно обнулился что-то возможно он прошлое оставил позади и как говорится с новыми силами в новый путь отправился налегке непринужденно то есть здесь человек такое действительно веселый яркий харизматичный анекдоты может травить в общем какие-то вот обнуление однозначно у него произошли вообще в целом что сегодня с ним происходит целом происходит здесь человек либо занимается накопительством опыта знаний то есть человек смотрите может сегодня общаться абсолютно с кем угодно болтать много чего интересного но он же тоже понимаете шут это по сути это не простой аркан это не тот дурачок который дурачок нет он все равно знает что он говорит кому он говорит и когда он говорит он сегодня по сути все равно не будет выдавать полную информацию о себе он может общаться абсолютно на любые темы но если будет чего-то касаться его личного его стабильного вот тут у него как говорится рот на замок он не будет это транслировать на весь мир к примеру и у него сегодня интересуется а сколько ты получаешь зарплаты он может так красиво отшить данного человека также человек сегодня может быть чуть-чуть такой не жадноватым такой не таким скрягой хотя вот смотрите душа-то открыто но это не умиляет ему быть жадиной душа-то открыто понимаете душа открыто как тоже я открываюсь и я от людей могу получать много всего интересного то есть у него как накопитель идет понимаете он если обнулился он будет всю информацию в себя впитывать как губка ему это необходимо ему это нужно давайте смотрим посмотрим все таки с чем связан на вот это вот его немножко такая зажатости с чем больше связано ограничение ограничение здесь у него преобладают страхи невозможности реализовать то что он хотел бы вот смотрите здесь человек обнуляется человек по сути по энергии он вдохновлен он готов идти в новые проекты он готов знакомиться с другими людьми но есть что-то такое то что ему не дает вот этот полный размах обстоятельства неудобные какие-то моменты в сегодняшнем дне может быть погодные условия как один из вариантов и вообще все таки мы спрашиваем почему вот у него вот эту зажатость с чем связано все просто человек боится сам проявляться в этот мир то есть да ему могут внешние факторы на него влиять но по большей части обнулиться он обнулился девочки но страх что что-то не получится вот это его реально может сковывать он может себе накручивать он может себе на придумывать кучу всего того чего вообще в реале в материальном мире нет но опять да если к примеру человек собрался отправиться за покупками он может себе сказать я не пойду или я не поеду там будет много народу я в очереди стоять не хочу либо пойдет реально дождь я вот по дождь попаду не хочу вот у него даже какие-то отговорки дурацкие могут быть и вообще я не хочу сегодня деньги тратить возможно ему необходимо сегодня даже на что-то потратиться а он будет их зажимать он будет вести четкий подсчет то есть переживать за то что а вдруг завтра мне не хватит на булку хлеба но я утрирую конечно да но где-то примерно такая тема у него сегодня прослеживается сегодня то есть такая сидит жадина но которая пошла в новое но скорее всего она в новое то пошла это жадина но со старыми паттернами они не проработаны такое ощущение то есть словно изменений никаких не произошло тогда когда мы идем в новое мы реально мы открыты мы готовы создавать созидать идти на расширение а тут нет здесь здесь человек на это не идет за что он хлопочет за что он переживает за взаимодействие за общение с кем-то он переживает за это за свое счастливое будущее он может переживать если к примеру человек просто девочки гипотетически может быть у кого-то такая ситуация может быть решился предложить руку и сердце то есть я вдохновлен да я понимаю это женщина она моя не привожу на личном на личных отношениях да да эта женщина моя и потом раз что-то у него схлапывается и есть переживания а буду ли я действительно счастлив с этой женщиной или нет давайте еще посмотрим о чем здесь больше транслирует нам вот это вот его хлопцы его переживания о чем здесь смотрите здесь человек может бояться ну не то что да нет тут действительно может как-то вот перепереживать да за то что он словно попадет в какую-то ту же самую ситуацию в которую он был до вот еще раз да в новое он пошел он обнулился но со старыми ошибками такое ощущение что бы он хотел изменить для себя что бы он хотел изменить для себя что бы он хотел изменить для себя либо здесь материальная часть его очень вот прям знаете так волнует и беспокоит может быть не делать вложение во что-то потому что может быть такое разочарование и причем приличное разочарование не получив того результата на который он рассчитывал здесь вот относительно все таки выбора здесь человек от чего-то словно сейчас девочки не смог оторваться и пойти дальше и пойти дальше нет не так он оторвался возможно да и пошел дальше но он теперь словно недоволен тем выбором который он сделал ранее и вот этот выбор он хотел бы изменить для для кого-то еще проиграется такая такой момент что мужчина действительно прилагал массу усилий во что-то вкладывал для того чтобы сделать ему этот выбор но такое ощущение что это все тщетно и вот те вложения которые он совершал знаете такой вывод лучше бы я этого не делал вообще здесь у него страхи все равно преобладает вот три таких карты вышли которые вот указывают ему что недовольство неуверенность в самом себе если к примеру ваш мужчина в свое время выбрал вас девочки то он может считать что он зря потратил время либо если мужчина находится в других взаимоотношениях он будет считать что он зря тогда сделал зря тогда сделал выбор и лучше бы я вообще вот в эту историю не вкладывался от слова совсем как к чему стремится его душа давайте посмотрим к чему стремится его душа справедливости да к равно к равноценному чему-то к равноценному чему-то его душам здесь что-то серьезное потому что это все-таки старший аркан стремится к некой справедливости чтобы справедливо наверное мир был справедлив был мир с ним давайте раскроем его что-то гложет девочки очень сильно его гложет восьмерка девятка он очень сильно за что-то переживает и в сегодняшнем дне возможно он понимает что это за что-то ему летит обраточка такой некий откат и он хотел бы словно чтобы это все ну давайте так завершилась чтобы это было все чтобы он пришел какой-то внутренней гармонии и чтобы его по итогу не одолевали и собственные страхи переживания накручивание надумывание давайте так еще скажу его душа стремится к спокойствию а его нет к душевному спокойствию а его нет если к примеру ваш мужчина женатый то он хотел бы спокойствие в семье а его нет этого спокойствия есть обиды есть переживания есть страхи что завтра что мы будем кушать туда куда вкладываются деньги это все без толку такое ощущение то есть это как знаете как деньги улетает в трубу не совсем честно говоря первый ряд вышел больше знаете такого сегодня какого-то внутреннего раздрая внутренний раздрая у него сегодня происходит если мысли у него о вас да девочки есть есть думает о вас с теплотой с эмоциями давайте еще дополним мысли есть о чем здесь больше нам транслирует этот король кубков о чем он больше транслирует десятка пентаклей вы для него можете являться той женщины той родной той дорогой которая ну действительно его семья либо девочки вы смотрите на своего супруга тогда обратите пожалуйста внимание пожалуйста внимание что вообще происходит с вашим мужчиной потому что он за что-то очень сильно переживает он реально переживает что-то идет не так он пытается ситуацию как как-то иначе начать но словно не может перепрыгнуть вот этот свой личный потолок боится понимаете вот это вот страх когда мы как это говорят да раз обожглись на молоке потом дуем на воду вот у него примерно такая же ситуация может быть вам тогда стоит ему в чем-то помочь поддержать как-то проникнуться душевно к нему потому что здесь реально человек вот но немножко на таком таком триггерном состоянии а вас он думает очень хорошо если девочки вы не его семья то он может думать что вы сейчас вообще живете припеваючи у вас все прекрасно у вас все хорошо у вас есть любимый мужчина у меня треугольник видите идет треугольник что он вам чувствует давайте посмотрим что он чувствует он своих эмоциях своих чувствах с чем-то не согласен с чем не согласен с чем не согласен с чем не согласен с Tirepap ситуация с талтой печалью которая его одолевает в отношении вас он не хочет по вам тосковать а не хочет по вам скучать он не Он хочет быть в этом каком-то апатичном состоянии, и он борется с этим. Если, девочки, вы его супруга, и у вас идут какие-то, знаете, закрытости, мы друг от друга отстраняемся, мы конфликтуем друг с другом, ты мне слово, я тебе два, ты мне два, я тебе четыре, ну и так далее, да? То это ему не нравится. Вот это вот ваша капризность ему может не нравиться. И он будет вам идти в противоборство, то есть он вам сопротивляется. И он тоже будет вредничать, капризничать, это меня не устраивает, то меня не устраивает. И вы знаете, вот по итогу апатия. Хотя шансы выйти из вот этого какого-то конфликтного состояния, они, конечно же, есть, но эти шансы не берете ни вы, ни он. Если, к примеру, вы находитесь с этим человеком не в супружеских взаимоотношениях, то и подавно тогда, если вы на расстоянии, он бы, как говорится, рад бы, может быть, с вами и пообщаться, и повстречаться. Но есть какая-то закрытость, есть скованность. Может быть, вы друг у друга в блоке, все-таки восьмерка мечей там наверху. То есть я не могу ей раскрыть свои эмоции по одной простой причине, потому что дороги могут быть закрыты. Если даже, девочки, у вас дороги все открыты, человек сам может себя накручивать, что даже если он к вам проявится, вы ему можете, как говорится, сказать «До свидания». Конфликт. И он борется со своей тоской по отношению к вам. Его планы намерения в отношении вас. Планы намерения. Солнышко. Планы намерения. Светить. Девочки, он планирует вам светить. Давайте так. Он планирует вам освещать путь, по которому вы идете. Светить. Еще. Да. План. Светить королеве Пентакли. Если у вас есть дети, естественно, он хотел бы светить не только вам, а в целом в вашей семье. Это у него планы такие, да? Озарять вас, давать вам настроение. Вот как? Чтобы вам было тепло, уютно, хорошо. Вот такой вот у него план. Такие намерения. Если, девочки, у вас еще нет детей, то он хотел бы, чтобы вы ему родили ребеночка. Да. Возможно, у вас уже были попытки, но это не увенчалось успехом. Но, знаете, словно этот человек старается не терять надежды на то, что может все получиться. Вот он словно в себе вот эту историю перебарывает, да? Ну, давайте посмотрим действия, да? Готов ли действительно он вам озарять этот путь? Девочки, вот для кого-то, вот тема детей, да, он будет работать, он будет стараться, он будет к этому подходить очень нежно, очень ласково, но не спеша. Как говорится, если, к примеру, у вас, ну, сейчас немножко такой раздор, он будет потихоньку, шаг за шагом, медленно налаживать с вами мосты. То есть идти с вами на сближение. Но это не быстро. Здесь должно быть все гармонично. Его действия. Сейчас, девочки, дополним, да? Дополним. Вот по аркану колесницы, так и хочется сказать, вот в те сроки, которые мы просмотрели, загадали, да, ну, недели-две, да, он словно под конец вот этого периода может, девочки, реально к вам примчаться. Для кого актуально, вы можете, девочки, ну, опять нужно все хорошо понимать, да, вы можете вот по завершению этого строка, ну, вот как-то провести очень хорошо время по аркану влюбленной, да, и получить тот результат, который вы хотите. То есть зачатие ребенка. Колесница – это все-таки тот аркан, это такой быстрый импульс, да, там силы, ого-го, очень много. Так, вот, девочки, для кого-то проиграется и так. Если, к примеру, вы с этим человеком находитесь, опять-таки, на расстоянии по каким-либо причинам, то здесь человек действительно может к вам проявиться и обрадовать вас. Колесница для некоторых, кстати, может проиграться, что раньше. То есть, возможно, даже сейчас человек может не, знаете, как правильно вам сказать, не дождаться какого-то определенного времени, и его вот словно дергать будет. Надо, 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 надо. Давай, давай. Давай, спеши. Ему очень хочется с вами повлюбляться. Да. И чтобы это было чисто, душевно. Ему этого очень хочется. Что вам необходимо знать об этом человеке с точки зрения высших сил? Человек сложный. Человек сложный, человек запутанный. Человек сам себе устраивает блоки. Человек может идти с кем угодно в конфронтации, и он уступать словно, ну, для него это сложно. Здесь человек боится проигрывать. Он боится проигрыша. Ещё. Угу. Вы должны, девочки, знать о том, что этот человек очень-очень упертый. Даже если будет он неправ, он будет, ну, как бы, он всё равно прав. Он будет, я не знаю, да, ну, чуть ли не до потери сознания, всё-таки девятка мечей, да, до потери сознания он будет стоять на своём. Он очень упертый. Прямо, я не знаю. И этот человек больше любит получать, нежели давать. Вот, понимаете, там вышла всё-таки карта четвёрка Пентакли. Это жадина. Он брать может, а вот на отдачу у него с этим туговато. Девочки, он не виноват. Я, конечно, его не оправдываю, но тут всё равно нужно понимать. Ему словно не показали, возможно, да, не приучили его, что можно что-то людям давать взамен, обратку. Он не умеет просто этого, понимаете? Он может не уметь. А если ему, к примеру, ещё, как говорится, возраст за... Ну, конечно, можно и слона научить летать, но это колоссальный труд нужно будет провести. Он просто, девочки, не умеет. Он боится. Потому что тогда, когда, скорее всего, в своё время он начинал отдавать любовь миру, там, всё-всё-всё, что угодно, да, это, к сожалению, могли так обесценить. Человек закрылся, и всю жизнь, возможно, он живёт вот в этой его восьмёрке мечей в страхах, в девятке мечей. Поэтому здесь, на самом деле, ну, тут глубинная травма. Если вы этого человека любите, то, девочки, будет от вас зависеть, насколько вы к нему проникновены, насколько действительно вы понимаете всю его боль внутри, которая сидит. и здесь тоже, девочки, нужно заметить, да, он же с вами соперничает-то. Вы-то тоже не уступаете. Значит, у вас тоже где-то боль сидит. Её нужно убирать. Вы можете друг у друга стоять вот в этом противоборстве, потому что здесь, здесь двойка мечей, здесь пятёрка, да. Вы соперничаете, вы сопротивляетесь, и никто же не хочет уступать. Никто. Поэтому здесь вот такая вот история. У вас, девочки, тоже есть боль. У вас, может быть, своя боль, у него своя боль. И просто, когда появится вот тот реальный шанс поднять этот вопрос на повестку дня, но прежде чем это поднимать, нужно, девочки, сначала в себе разобраться. А потом, тогда, когда мы разбираемся в себе, мы можем помочь другому человеку. А если мы сами больные, ну как мы можем помочь другому? Никак. Я не говорю, что вы там болеете прям на физике там или ещё как-то психологически. Нет. Я немножко говорю чуть-чуть про другую составляющую. Болевую, да. Поэтому, ну вот, такой вот сегодня расклад. Пишите, пожалуйста, в комментариях, насколько с вами резонирует, насколько с вами проигрывается. От души благодарю то, что вы со мной. Подписывайтесь на мой канал. Желаю вам правильного энергообмена с вашим партнёром. И пусть будет у вас счастье. Всего доброго. До новых видео. Субтитры создавал DimaTorzok